Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Проповедь Святаго Иоанна Кронштадтского. В нынешнем Евангелии читана была возлюбленной братья, весьма поучительная притча Спасителя, осеятелей семени. Ваша собственная польза требует, чтобы вы приняли это Слово всем сердцем и удержали его в нем навсегда, для руководства на будущее время прислушивания Слова Божия в Церкви. Сеятель, возлюбленные братья, есть Иисус Христос. Семя, значит Слово Божие, а земля, сердце человеческое. Доброе сердце, добрая земля, а злое, нечистое, страстями задавленное сердце, худая земля. Вот одни бывают невнимательные к Слову рассеянной, которые не благоговеют пред Словом Божиим, как бы следовало благоговеть. И к таким приходит тайна в сердце Сатана, в то самое время, как они слушают, и как вор у неосторожных хозяев дома, уносит Слово Божие из сердца, чтобы они не уверовали и не спаслись. Это подле дороги посеянное семя. Но учитесь же из этого, с каким глубоким вниманием, и с какой несомненной верой нужно слушать спасительное живое Слово Божие. Враг то и дело высматривает, нельзя ли как-либо сделать кого невнимательным к Слову Божию, нельзя ли уничтожить сердце чьем-либо веру в него, чтобы через веру Слово Божие они не покаяли в своих грехах и не спаслись. Весь ум в сердце впереди во время чтения или проповедования Слова Божия и открытыми, верующими сердцами со смирением слушайте его во спасение душ своих. А по мыслям сомнения, или другие беспокойные, или нечистые мысли и чувства прогоняйте прочь, как дьявольское семя. Други охотно, со вниманием слушают Слово Божие, но вот горе, они бывают легкомысленные, нетерпеливые, самолюбивые, непостоянные, при благоприятных обстоятельствах веруют, а не благоприятных изменяют в своей вере. Это люди, которые не укоренили в себе веры, это семя, упавшее на камень. А вера проповедует только то, что претерпевший же до конца спасется, Матфея 10, 2, боязливых же и неверных, скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех ужецов, участь в озере горячем, огнем и серою. Откровение 21 глава. И по общему человеческому сознанию несправедливо ли требовать возлюбленные братья, чтобы человек был верен до конца тому, кому дал клятвенный обет, быть верным до смерти, особенно если клятва верности дана им лицу, стоящему полной нашей любви и совершенного почтения. Если мы земному царю даем обет клятвенный служить до последней капли крови, и считаем бесчестьем не сдержать своего обета, и остаемся ему верны до смерти, то как же не будем верны до смерти Богу Спасителю, который, приняв на себя нашу природу, пролил за нас до капли всю кровь свою, и которому мы дали прикрещение обет верности. О, да не отпадем от нашего Господа Искупителя, какая бы ни постигла нас напасть, ибо куда мы скроемся от Него, что мы найдем без Него? Он имеет глаголы жизни вечной. Иоанн 6 глава. «У всех есть еще и такие люди, у которых сердце обременено... пристрастием к богатству и преданным наслаждениям жизни. Они послушают Слово Божие, поймут и как будто примут его к сердцу. Но когда выйдут из церкви, то сейчас же на них нападают житейские попечения, или обольщение богатства, или прельщают их житейские наслаждения. И вот Слово Божие, два получившие себе тесное место в сердце, подавляется этим как бы свинцовым гнетом забот житейских, пристрастие к богатству и удовольствию и временной жизни. И, увы, нет опять плода в жизнь вечную, потому что человек силится собирать плоды в жизнь временную. Увы, возлюбленные братья, такие слушатели Слова Божия в наших храмах всего больше. Согласитесь, что многие из вас приходят в церковь с мирским рассеянием, с заботами об удовлетворении своих обыденных нужд. Да если бы только еще нужд, а то часто об удовлетворении своих страстей и похотей. И вот, когда начинается проповедь, вы начинаете, по-видимому, слушать. Кончилась проповедь, и любимые ваши мысли и пожелания обладевают вами, и вы остаетесь без плода от Слова Божия. Бывает еще и то, что страсти и похоти гонят вас из храма во время самой проповеди Слова Божия, и вы бежите от глаголов жизни вечной. О, если бы этого никогда не было вперед. Наконец, слава Богу, были во все времена и теперь есть такие слушатели, которые слушают Слово Божие добрым и благим сердцем, преданы совершенно Богу его Слову, которые живут, не привязываясь сердцем к земному, не подавляя житейскими заботами, потому что не считают нужным убивать время. Данные для приготовления к небесному Отечеству на убийственные и мелочные заботы об одежде, пище и питье. Эти-то слушатели, выслушав со вниманием Слова Божия, держат его в сердце и терпеливо подвигаются в жизни, ожидая будущего Царствия Божия, пока, наконец, смерть отворит им дверь в него. Знаем, что такие слушатели есть и между вами, возлюбленные братья. Мир и благословение Божие да почиет на вас и да сподобит вас Господь Царствия своего небесного. Братья возлюбленные, во время чтения или проповедования Слова Божия, крайне берегитесь быть рассеянными и никогда не сеете на тернии, то есть на сердцах, заросших страстями и похотями. Слушайте все Слово Божие добрым и благим сердцем, то есть сердцем живой веры, с добрыми и святыми помыслами. Аминь. 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 Аминь.